Итак, здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья и все, кто только что к нам присоединился. Подписывайтесь, у нас много чего интересного, да и вообще с нами интересно. Становитесь нашей интернет-семьёй, потому что только доброта, красота и любовь, она спасёт мир, а у нас этого много и будет ещё больше. Сегодня, девчоночки, я хотела бы поговорить с вами об украшениях. Да, женщина и украшения. Сегодня я давно хотела поговорить с вами на эту тему и показать вам свои последние приобретения за последнее время, за короткий час. Я думаю, что я их не показывала, но даже если которые я показывала и вдруг они повторились, то вы получите просто максимум удовольствия. Ну, во-первых, давайте посмотрим, что я одела на себя. Вот когда у меня такой пиджачок, мой любимый Армани, и когда я там одеваю гольфик и так вот скромненько, всё зимой, зимняя такая одежда, то я ношу обычно не броские украшения, но иногда, конечно, и броские. Итак, начнём с серёжечек. Вот серёжки у меня вот такие. Сейчас я их поближе вам покажу, потому что их, наверное, не видно. Сейчас я открою. Вот. Это моё приобретение в этом году. Не так давно. Вот такие вот серёжечки. Здесь разные-разные камешки. Абсолютно разные. Здесь есть рубинчик. Здесь есть... Сейчас вот так вот. Вот. Здесь... Оп. Здесь есть и... Не пойму, почему камера не фокусирует. Хочется чётче показать. Здесь есть и вот этот вот камешек, видите, голубенький. Это аквамарин. Вот эти два фиолетеньких. Вот. Они меняют цвета. Это александриты. Вот тут вот рубинчик. И два цитринчика. Получилось вот такое вот необычное сочетание, которое подходит абсолютно подо всё. Вы знаете, ведь красота и стремление себя украшать занимает большое место, девочки, в жизни любой женщины. Очень сильно увеличивает женскую энергетику. Вот почему важно пользоваться украшениями и какие украшения выбрать. Это я вам показала свои. Вот об этом я хотела бы, конечно, очень поговорить и хотела бы спросить, какие ваши любимые камни. Вот какие вы любите камни. И любите ли вы вообще камни. А зачем я снимаю второе? Не знаю. Хотела второе показать. Как будто второе, другое. Но это я заговорилась. Это я просто, когда начинаю вникать, говорить, и я уже мыслями с вами, и уже вот я подумала. Вот какие у Наташи камни, какие у Алисы, какие камни любимые у Дарюшки, у Дарины, и у Дарьи, и у Зубайды, и вообще у Лены, и у всех, кто только недавно. Девчонок ко мне присоединились. Азербайджану привет, Казахстану привет, всем моим девчонкам с России привет, девчонкам с Америки, всем. Вот мне интересно, и с Америки, и с Норвегии, и отовсюду, отовсюду, откуда вы пишете, с Испанией, с Украины, очень много девчонок тоже. Пожалуйста, напишите, какие у вас любимые камни. Мне это важно. Потому что о камне можно даже личность построить человеческую, узнать. Смотрите, вот сейчас. Вообще, почему важно пользоваться украшениями? Какие украшения выбрать? Вот часы, посмотрите, сейчас я вам покажу вот эти часы. Большие такие. Я их не покупала, но они мне прямо по сердцу пришли. Это у меня муж, он коллекционер, девчонки. Он коллекционирует часы. В основном времен Советского Союза. И вот эти вот часы к нему пришли совершенно случайно. Это был экспортный вариант, позолоченные часы женские. Вот такие, я говорю, в жизни я таких не видела часов, когда, ну, юная была, я не видела такой красоты часы. Вот это вот все позолоченные. Внутри, естественно, рубинчики там. Все, с этой стороны они сделаны вот так. Секунда называется. И шли они на экспорт. Естественно, они заводятся вот так, потому что они механические. И очень тоненькие. У нас обычно, ну, какие, луч там всякие. Вот таких больших не было. Были маленькие часики. И вот эти вот необычные часы. Вот это второе из украшений приобретенных. Я у него взяла. Это он к себе в коллекцию их взял. А я из его коллекции иногда беру некоторые часики поносить. Вот. Вот это вот одни из часов, которые я беру у него и ношу позолоченные. Дальше, что на мне? На мне вот такое вот колечко. Здесь, кстати, смесь золото и серебро. Раньше было некрасиво носить золото с серебром. А сейчас вот посмотрите, что делают. Вот такие вот украшения делают. Я назвала это колечко вечный двигатель. Почему не буду говорить, но вот здесь вот такие вот всякие разные кругляшочки. Вот такие вот круги-круги-круги. Как бы колесики маленькие, которые все время двигаются в движении. И они разных цветов. Посмотрите, серебро и красного цвета, и желтенького, и черного цвета. И усыпанное циркониями. В общем, очень интересно. Вы знаете, по тому, какие украшения женщина выбирает, очень многое можно сказать о ней, как о женщине. Любит ли она себя, любит ли она жизнь, чем наполнена ее жизнь, получает ли удовольствие от жизни, какие отношения у нее с мужчинами, с жизнью, с окружающими. О ее вкусе, об интуиции, и, конечно, о благополучии, мне так кажется. У меня, знаете, было время как-то, что я вообще отказалась носить украшения. Я бы не сказала, что это была апатия. Нет, просто мне некогда было подбирать украшения. И я понимаю, что тогда уже было что-то не то. Это был какой-то сигнал, что, Катюша, что-то не то. Кэтрин, давай, приди в себя. Что-то не то происходит в твоей жизни. Как это ты выходишь, и у тебя вообще нет украшений? Что это такое? Ты что, перестала? Меня это напугало, что я в какой-то момент решила оставить украшения в покое, не трогать. Решила себя не украшать. И вы знаете, это действительно был тяжелый момент в моей жизни. И вообще нельзя, вот нельзя так, так делать нельзя. Вот. Женщина, у которой нет украшений, или она их не носит, имеет проблемы с женственностью, с ощущением себя, как женщины. Вот посмотрите, какая на мне чудная, замечательнейшая птица счастья. И она вся усыпана драгоценными, ну или полудрагоценными камешками. Сама она серебряная. И вот эта белая, это эмаль. И точно такие камешки, как у меня вот здесь на ушках. Видите? Вот. Поэтому, девочки, я считаю, что женщина, у которой нет украшений, не то, что нет, она их не купила, она их не носит, имеет проблемы с женственностью. Я всегда смотрю, какие украшения у женщины. Почему женщины не носят украшения? Неудобно, не хочется, наверное, тратить время на то, чтобы одевать. Ведь просто так не оденешь украшения, их нужно подобрать, вот как я сейчас вам показала, их нужно подобрать. Так, дальше поехали. А я буду пока беседовать. Следующий, один из моих любимых камней, камней, это вот бирюза. Бирюза. Я про бирюзу делала видео, я внизу обязательно сделаю сносочку. Вот в этот раз я приобрела, девочки, вот такие вот бирюзовые бусы. И думала, все сложила, и думала, ну, как-то покажу вам, когда буду рассказывать, именно видео буду делать об украшениях. И вот сейчас я вам их покажу, как они на мне смотрятся. Поэтому специально одела вот такой вот гольфик, чтобы просто видно было хорошо. Сейчас я застегну, чтобы вам хорошенечко было видно. И дальше будем беседовать. Итак, мы остановились на том, что, вот, посмотрите, сейчас, вот так вот, вот такая бирюза, совершенно необыкновенная бирюза. Вот такого цвета у меня еще нет. У меня такой зеленоватый, бирюзовый, а вот такой голубоватый, это не старая, а молодая бирюза. И не знаю, поменяет цвет или нет. Я вам рассказывала, тест, если бирюза поменяет цвет, что это значит. Вот в том видео, что я внизу сброшу, внизу будет видео, то вы обязательно как раз там увидите. Итак, мы остановились на том, что если нет украшений, то это может говорить о боязни обратить на себя внимание, мне кажется. О страхе вызвать интерес у мужчин. Да, мне так кажется. Ведь украшать надо себя со вкусом и с тактом. Вообще-то нужно любить себя, чтобы украшать. Женщина не чувствует своей привлекательности, не видит своих достоинств, поэтому украшения скорее напомнят ей о ее проблемах. А без них ей спокойнее. Поэтому большинство женщин себя не украшают почему-то. Женщина забыла о том, что она женщина. Она хочет быть личностью, человеком. И хочет, чтобы ее ценили не за внешность и красоту, а за другие качества. Например, за ум и богатый внутренний мир. Но девочки, мальчики, камош, из наших мужчин нужен наш ум и богатый внутренний мир. Как я уже говорила, у меня был такой период в жизни, он был самый, как бы сказать, Ну, когда я не одевала украшения. Это был период, когда действительно что-то в душе было не то. Когда мне хотелось спрятаться, чтобы на меня никто не смотрел, чтобы никто не обращал внимания. Не совсем приятный период жизни был, скажем так. И все равно что-то покупалось, что-то находилось так. Ну, еще знаете, почему женщина не носит украшения, некоторые женщины? Потому что она может быть очень серьезно, даже может быть слишком серьезно относится к жизни. Может быть слишком серьезно относится к жизни. И может быть поэтому она не носит украшения. Так, ну вот мы познакомились еще с одной очередной покупочкой. Сейчас еще вам покажу, девчонки. Вот. Вот такое вот украшение шикарное. Это украшение не в серебре, а в мельхиоре. И камень здесь настоящий, натуральный, естественно. Это натуральный коралл. И вот. Значит, что еще можно сказать? Если женщина не умеет радоваться жизни, значит она переживает не лучший период своей жизни. Разочарована, чувствует себя одинокой, обманутой. И выйти из этого состояния, кстати, могут помочь украшения. Лучшие друзья, женщины это бриллианты. Вот как хорошо и как здорово было спето в этой песенке. Итак, значит в мельхиоре кораллы. О кораллах я расскажу вам обязательно и покажу все свои украшения с кораллами. Мне даже сын дарил тоже. Вот это приобретение у меня было. Мельхиор это тоже сплав вместе с серебром. Серебро там тоже присутствует. Но и не только серебро. Чем мне нравится это украшение? Что его можно на любую, понимаете, длину одевать. Можно так. Можно так. Можно так. Можно так. Можно выше. Вот так. Сейчас я тут вот так вот, наверное, прицеплю. Вот, девочки. Поэтому. О! Все. Вот такое вот совершенно безумно красивое украшение. Я когда его увидела, сразу думаю, ну это мое. Это мое, особенно, знаете, если ноготочки красные и два вот таких вот и сережки в паре. Это вообще супер. У меня есть, кстати, к ним колечко есть, которое тоже не так. Я этого года покупка была этого года. Если кто смотрит меня, то я сейчас поближе вам покажу. Вот тоже мельхиоровая покупочка была у меня. Этого года. И тоже это коралл натуральный. Вот. И когда я начала, решила начать себя украшать, я совсем, кстати, не знала, с чего начать. Зашла там в какой-то ювелирный магазин и поняла, что никакие золотые украшения не вызывают у меня никакого внутреннего отклика и желания их носить. Мое внимание привлекли камни. Мне вот нравятся большие кольца. Раньше, когда-то давно, мне нравились, знаете, какие колечки? Маленькие, тоненькие. Но это период времени, наверное, когда тебе лет 15-16. Ты хочешь носить тоненькие, маленькие, совершенно нежные. И у тебя и пальчики-то у тебя тоненькие, тонюсенькие. Это потом они уже, когда ты трудишься, они у тебя какие-то набирают негативные качества, например, или вид приобретают. Например, вот здесь вот у меня такой вот как, не на рост, что ли, а как мозоль, потому что я пишу много. Там уже не такие они ровненькие, не такие они красивые, как раньше. Я раньше смотрела, то, ну, какие у меня руки красивые. А сейчас не так. У моей мамы тоже очень красивые руки. Вот. И тоненькие, тонюсенькие были. А сейчас что? Здесь 16-й размер, здесь 18-й размер, здесь 17,5. То есть у меня уже и размеры поменялись. Растопталась рука моя, растопталась, скажем так. Вот. Вот такой каральчик хороший. Я про него расскажу вам обязательно. Вот. Поэтому я перешла на камни. И вот моя коллекция украшений пополнилась вот этими вещами, которые вы видите. Это этого года. Прям заметила, что мне нравятся камни. Дальше. Ну, ладно, это пока оставлю. Сегодня. Сегодня, прямо буквально сегодня, почему я и решила сделать это видео. Что именно сегодня, девчонки, у меня появилось вот такое колечко. Совершенно шикарное. Прямо безумно красивое. Оно все переливается настолько красиво, что я вам показала там, когда покупала, что просто, ну, необыкновенное. Во-первых, оно массивное. И камешки здесь натуральные. Горный хрусталь усыпанный, видите, весь. Черный. Покрашенный черным. Вот. И вот таким. И посередине вот такое вот сердце. Прямо изумительное. Красиво. Как раз вот сердце, это мое. Я люблю все, что с сердцем. У меня сердечек уже столько много. Я сейчас вам покажу. В доказательство. И я очень люблю Тиффани. Вот это мне тоже напоминает Тиффани. Это, конечно, не Тиффани. Но стиль под Тиффани. И, кстати, украшения с натуральными камнями полезно носить. Так что носите. Вот. Обязательно носите, девочки. Все камни имеют заряд энергии Земли. Все. Их сила накапливалась тысячелетиями. Правильно? Поэтому нужно носить. Нужно быть, конечно, внимательным еще к свойствам, которые несет камень. Вот. Потому что есть на давление. Есть повышает. Есть понижает. Есть разные. Ну, постепенно я вам буду рассказывать. У меня это тоже одно из хобби. Я узнаваю. Я все-таки дочь геолога. Вот. Насладимся. Знаете, как считается, что камень нужно приручить. Пожить с ним. Поносить его. Войти в контакт. Привыкнуть к нему. Вот. Вот что-то такое. Как он переливается. Прям. Я не знаю, видите вы или нет. Прям. Вообще. Вот эти камушки. Они. Прям играют. Полностью играют. Вот есть купиш и не то. Как-то не так. А вот. Вот хочется вам ближе, ближе. А они прямо так играют. Жалко у меня сейчас. У нас нету. Вот посмотрите, они полностью играют, как будто это Сваровский. А на самом деле это настоящий горный хрусталь. Росыпь горного хрусталя. Вот. Я увидела этот камушек и влюбилась. Не то, что камушек. Я вообще обожаю горный хрусталь. Я не знаю. Очень мне нравится. И кстати, украшения должны гармонировать с выбранной одеждой. Повторять ваш стиль. Украшения, как одежда, знаете, делятся на утреннюю, дневную, вечернюю. Вечером вы можете одеть что-то такое броское, блестящее. Что-то утром или днём скромное, незаметное, не сильно вульгарное. Потому что сильно большие камни днём могут вызвать улыбку на лице понимающих людей. Поэтому, девочки, не рискуйте. Вот это такие вот у меня украшения. За этот год, который я откладываю. Вот. Дальше. Дальше, девочки, кто видел, в этом же году я купила вот такие. Вот такие вот жемчужную связочку. Из чёрного и крупного. И белого, крупного, речного. Это не морской. Это речной жемчуг. Очень мне нравится. Днём можно носить классические неброские украшения, девочки. С цветными камнями можно. А бриллианты всё-таки сверкающие. Всё лучше вечер. И если вы надеваете яркое и броское украшение, то оно должно быть единственным. Вот многие подряд много. Нельзя. Если вы любите камни, то надевать несколько колец с разными камнями не стоит. Так же, как сочетать золото с серебром. Но сейчас идёт тенденция всё-таки сочетания золота с серебром в последнее время. Поэтому, как бы, вот в унисон-моде можно. И помните, что большое количество золота и украшений придаёт возраст. Прибавляет. На плюс идёт. Очень внимательно нужно подходить к выбору украшений молодым девушкам. Потому что лучшие главные их украшения – это молодость. Вот. И ещё, девчонки, даже несмотря на то, что мы с вами в возрасте хорошей леди, молодой леди, то мы, девочки, должны с вами не забывать и о бижутерии. Бижутерия – это тоже для нас большой-большой плюс. Поэтому не только натуральное всё. Натуральное хорошо, оно нас лечит. Оно нам даёт энергетику земли. Оно нас как-то, ну, ухаживает тоже за нами по-своему. Божью силу даёт. Но ещё, кроме этого, есть творение человеческих рук. Бесподобно красивое, приятно глазу. Это бижутерия. Бижутерию носить нужно обязательно тоже, кроме как драгоценные камни. Так, теперь, девочки, вы увидели, оценили, заценили. Напишите, что вам больше всего из моих последних приобретений понравилось. Так, дальше. Дальше вот такие маленькие-масенькие украшения. Такие хорошенькие, прихорошенькие. Это украшения, девочки. Для моей внучечки. Это Наташины, старшие дочечки наши. Это её внучечки мы покупаем. Их здесь нет, они живут в Греции. Но, у меня есть видео с Наташей. Там вы можете увидеть, если покопаетесь. Она приезжала, беременная как раз, мы её отсюда отправляли. Туда и родила она уже в Греции. Вот. Она приезжала в гости. А по мере взросления её внучечки, мы каждый год покупаем ей какие-то серебряные или золотые украшения. Одни украшения не здесь, в другом доме. С топазами мы взяли, но не здесь не держим мы дома такие дорогие украшения. Мы дома не держим. Вот. Поэтому, к сожалению, нет. Мы всё-таки в банке предпочитаем, в хранилище. Да, есть такие. Вот. А здесь только вот серебряные. И вот я вам покажу. Значит, первое. На, по-моему, на полгодика, что ли, или на годик мы купили. И вот, посмотрите. Вот такое Hello Kitty. Это стильное украшение, стильное колечечко детское. Вот. И оно, как бы мне, только на мизинчик и то еле-еле. Ну, так, чтобы вам показать, я вам покажу. Вот. Вот это для девочки, которая внучечка. Хрыся девочка. Злата. По-нашему Злата её зовут. Вот. Видите? Так что, девчонки, не отвергайте вообще бижутерию. Тоже присмотритесь. Сегодня есть много авторских работ, которые не уступают ювелирным драгоценностям. Знаете, есть даже с натуральным шёлком, драгоценные полудрагоценные камни, кристаллы Сваровский, японский и чешский бисер. Мне очень нравится. Ювелирное стекло. Вот. И вообще помните, что украшения делают женщину женщиной. Создают особое настроение. Надев красивое украшение, ты уже не хочешь мелочиться, хамить. Ты уже чувствуешь себя леди. Ты уже не такая, как, знаете, какая-нибудь там непонятная. Так что, вот такая Hello Kitty для нашей Масенька. А ещё для нашей маленькой внучечки. Сейчас я вам ещё покажу. Под это колечко тоже вот серебряная браслеточка. Посмотрите. Вот такой браслет. Вот он идёт. Сердце, сердце, сердце. Это тема моя. Видите, сердечко, сердечко, сердечко. Туфелька. Но это вот флаг Украины. Всё-таки мы с Украины отправляем приветы. И вот опять ещё одна туфелька. И вот дальше опять сердечки, сердечки, сердечки. Что мы любим. И вот так вот мы собираем. Приедет она. И мы ей дадим. А вот тут вот мы сделаем гравировку. Её имя. И на сколько на годик, на два подарочек. Вот. Ещё есть у неё очень красивые, конечно, серёжки с топазиками есть. Ну и ещё кое-что. Вот так вот. Так что жизнь не так уж плоха. Улыбайтесь. Когда вы с украшениями, вы улыбаетесь. И чувствуете себя хорошо. Так. Серебро. Серебро очень важно носить, девочки. Потому что серебро очищает организм. Вот эти серебряные ионы, они благотворно действуют на нашу кожу. Когда они прикасаются. Вы этого не знаете и не чувствуете. А происходит реакция с ионами серебра. Это значит, это всё равно, что мы состоим, всё равно 90% из воды. Поэтому если мы положим ионы серебра в воду, а мы это вода, то вода, она становится серебряной. То есть очищается. И мы тоже очищаемся. Так что носите серебро обязательно. Золото тоже имеет такие свойства. Но серебро более выраженные такие свойства имеет. Так что вот такие вот дела. Ну и всё, наверное. Да. Пока всё. Ну а я вас всех люблю. Целую. Будьте здоровы. Будьте благословенны. Носите серебро. Носите золото. Носите бижутеррию. Носите всё, что есть. Делайте своими руками. Вышивайте. Вяжите. Плетите. Носите. Радуйтесь. И чтобы улыбка с ваших лиц не сходила. А я вас люблю. Целую. Благословляю. Будьте благословенны. Вы и ваши дети. До свидания. Пока-пока. Напишите ваш любимый камень. Не забудьте. Редактор субтитров.